Привет! Что читаете? Сегодня дежурное почтение я, Ткачун Юлия, и расскажу о новинке фонда Дворца книги «Детская книга войны». Эту книгу выпустила редакция издательского дома «Аргументы и факты» к 70-летию Великой Победы. В нее вошли дневники, которые дети вели на линии фронта, в концлагерях, в тулу врага, в гетто, в локатном Ленинграде. Эта книга – документ-история. В нее вошли 35 дневников за период с 1941 по 1945 годы. Каждая строчка из них – это страшное и честное свидетельство того, через что прошлось пройти миллионам детей нашей страны. Больше половины дневников опубликованы впервые. Вошедшие в книгу дневники разные не только по содержанию, но и по исполнению. Сюда вошли записные книжки, тетради, альбомы, страницы перекидного календаря. Подробные, не очень длинные и короткие, хранящиеся в архивах, фондах музеев, есть семейные реликвии. Один из читателей просто записал свои воспоминания и принес их в редакцию. Таня вела свои блокадные записи ежедневно на шитых клочках бумаги, которые приносила мама учительница из школы. В доме в «Озерках» тогда это были дачи на севере Ленинграда, сейчас одна из станций петербургского метро. В «Озерке» семья переселилась из городской квартиры за несколько лет до войны. Отец Тани, чьи ордословно идет с 15 века, скрывал свои корни. Прадедушка его матери-дворянки был личным врачом генерала Раевского и в поездке по Кавказу в 1820 году лечил Пушкина. На дачах было спокойнее. До поры в ноябре 1941 перестали ходить трамваи. Ослабевший отец уже не осиливал 10-километровый путь до города, до завода «Красный выборжец». Работала одна мама. А Таня, взяв пример со старшего брата и отца, решила вести дневник. Начала с нового, 1942 года. Поначалу это как будто бы одноразовое чтение. Танины записи, по сути, погодные сводки и страницы блокадного меню. Подробные, четкие, основательные. Не упустить ни грамма, ни крошки. Давящие именно своей массой и однообразностью. Они создают впечатление, как будто Таня пыталась таким образом удержать хрупкое чувство едва наполненного желудка подольше. И только когда видишь, какие строки вкрапляются в этот перечень еды поперек Таниной воли, вознамеревавшейся протоколировать лишь погодные условия и режим питания, понимаешь, что делала блокада с человеком. Что делала она с 9-летней Таней. Ее дневник – это и перечень смертей близких. В той же тональности, в той же строке, что и сардинка на завтрак. И это по-настоящему страшно. Для самой Тани, которая и по сей день живет на той же улице, на которой после войны осталось три жилых строения, остальные опустошила блокадная смерть. В том же доме, в крыше веранды, которого до сих пор торчит застрявший осколок снаряда, наших зениток, бивших поблизости эти пронумерованные тетради бесценны. Перечитывать их очень тяжело. Сначала я поем, и только потом открою дневник. Татьяна Радыковская закончила Институт киноинженеров. Покоряла целину. До пенсии работала на ленинградском заводе Светлана. Подняла троих сыновей. Выпустила 13 сборников стихов. «Что для вас блокадные дневники?» – спрашиваем мы Татьяну Валерьевну. Она отвечает кратко. «Это моя жизнь». 1942 год. Январь. Ясный солнечный день. На завтрак полторы чашки какао, две печенины, суп, винегрет. На обед зеленые щи, на второе котлеты. Вечером какао, кисель и чай. Второе января. Морозный день. Болел бок. На завтрак сардинка, 15 кусочков свелкла, хлеб, кофе с молоком. В школе была елка, давали подарки. Был обед. Суп с гречневой крупой, котлета с макаронами. Вечером суп, оставшийся от обеда и чай. Третье января. Утром кофе без молока, суп. Морозный пасмурный день. Папа зарезал последнюю утку. Кур уже не было. В подарках пять печенин, одна соевая конфетка, два кусочка шоколада, миндаль. В обед суп и кости. На вечер перловая каша. Пятое января. Ветерок, не холодно, снег пасмурно. Утром винегрет. Гели привез с каменки полное ведро и ящик брюквенных и немножко картофельных очисток. В обед кислое щи и по две котлетки из кофейной гущи. Брюквенных и картофельных очисток. На вечер по одной такой же котлетке. Мама ездила с учениками в театр на елку на фонтанку. Там был обед из трех блюд. Суп, рассольник, котлеты с гречневой кашей и желе. Ездила туда и обратно поезда. Шестой января. Морозно, ветер. Утром по две таких же котлетки. На обед рассольник и две маленьких и две больших косточки. Вечером гель выносил борзику, а борзик исчез. Мама пошла искать и не нашла. Борзик пропал, съели. Вечером чай с вареньем и полрюмки вина. Две лепешки из картофельных и брюквенных очисток. В десять вечера тетя Анфиса принесла молока. Пятого числа Кимку, кошка, отдали в новый дом. Я ходила к Елизавете Федоровне попросить молока за овсяную шелуху, но она не дала, так как у нее корова не дает молока. Седьмое января. Ветер, немножечко шел снег, морозно. Утром две котлетки из брюквенных и картофельных очисток. Эти котлеты будут называться лепешки номер один. Вместо кофе полторы чашки какао, одна печенье на и хлеб с маслом. На обед рассольник, две косточки, два кусочка печеньки, по три с четвертью блинка. Я выпила чашку чая и три чашки воды. Вечером одна столовая ложка пшенной каши, чай с вином. Был Александр Михайлович и рассказывал про Иисуса Христа. Было так празднично, потому что по-старому сегодня Рождество. Девятое января. Морозно, ясно, солнечно, тихо. Утром по столовой ложке мучной каши. У меня выступила на лице и груди сыпь. Папа мерил температуру, было 36,3. А мама хотела вызвать доктора. В обед грибной суп с последними белыми макаронами и кости. Вечером четыре столовые ложки мучной каши, чай с вином. Десятый января. Я не вставала, был доктор. Мороз, ясно и тихо. Не помню, что ели, так как записывала за десятые, одиннадцатые и двенадцатые числа. Тринадцатый января. Мороз, ясно, тихо. Я встала. На завтрак жидкий суп с лапшой. Выменили у бабинки за три кусочка сахара кусок хлеба. Играла на пианино, вытирала пыль. Обед суп с картошкой и пшенкой кости. Вечером по две столовые ложки жареной картошки. Номер один бублик. Зажигали елку. Так празднично, потому что по-старому Новый год. Сядя Саша пришел пешком и остался ночевать. От половины седьмого до семи часов давали электричество. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели об этой книге. Это дневники, а не художественная книга. Никакой политики, военной тактики, амбиции, руководителей, героических сражений. Просто жизнь и война глазами детей. Такая разная война, такая разная жизнь. Разные судьбы, разные немцы, разные русские. Здесь все, что волновало и радовало детей. Первая любовь, голод, книги, смерти. Удивительно, несмотря на все сложности судьбы, все стали людьми. Получили образование, прожили достойную жизнь. Дети воспринимали войну, голод, смерть родных, как достойное наказание за какие-то проступки, непослушание, обычные детские шалости до войны. Это очень страшно. Большинство из выживших скрывали их до своей смерти. Даже их дети не знали о существовании дневников и о том, что пережили их родные. Сама книга понравилась безумно. Она помогла мне даже по-другому посмотреть на Великую Отечественную войну. Конечно, все было ужасно, но люди выживали, радовались жизни, искали хоть какие-то радости. Это дети, их, конечно, очень жалко. Сама книга стоящая. Можно почитать, узнать что-то новое об этой войне. От одного названия книги «Кон встает в горле» неправильно в одной фразе употребляют слова «дети» и «война». Потому что детство – самое счастливое время в жизни человека, самое беззаботное и радостное. Но когда взрослые решают прийти в твою страну, в твой город, в твой дом с оружием, счастливое детство заканчивается. Книга очень тяжелая для прочтения. Душа просто рвется на части от каждого ужаса, запечатленной маленькой рукой. Дневники такие разные, но их объединяет страх и ненависть к тем, кто так просто разрушил мирную жизнь и погубил родных и близких. Книга очень полезна к прочтению, потому что мы никогда не должны забывать, что пережили люди в этой бессмысленной войне. И не должны допустить, чтобы подобное повторилось. 16 января. Сегодня у бабоньки день рождения, ей 79 лет. На завтрак кофе с молоком, суп с лапшой. Я подарила полторы печенины, два кусочка сахара, одну фисташку. Мама – сахар, папа – картошку, а геля – ничего. В обед суп с корешками и три у половинника манной каши. На ужин жирный суп с лапшой. Бабонька отдала всем сухарик и четверть конфетки. Еще мама достала булку, и поэтому было по куску хлеба и по куску булки. Снег, тихо, не холодно. 17 января. На завтрак суп с лапшой. Пропала кимка. Говорят, что и сдохла. В обед борщ, кости, одна лепешка номер один. Геля ездила на каменку, привез костей и немного брюквенных очистков. Маленький ветер, ясно, прохладно. На ужин суп с лапшой. Мама ушла в школу дежурить. 19 января. На завтрак две кости и одна лепешка номер один. В обед суп с гречневой крупой. Маме отлили. Я ходила в школу за маминым обедом. Была учительница. Вечером кости. Умер дядя Федя. Мама привезла из города папе 200 грамм хлеба. Мне и гели по маленькому кусочку шоколада. Простыню, полотенце, два куска клея. Мороз, тихо, ясно. Разобрали елку. 20 января. Мороз, солнце, ясно, ветерок. На завтрак чуть-чуть жидкого супа с лапшой. Мама принесла из школы для папы банку каши. У папы ночью был обморок. Я ходила в школу за обедом. На обед три вареных картошки, суп с рисом. Тетя Анфиса продала пол-литра молока. На ужин одна столовая ложка гречневой каши, бутерброд с сыром и маслом. Другой кусок так. 23 января. Мороз, ясно, тихо. Завтрак одна столовая ложка жареной картошки с мясом, кофе с молоком. Аннушка стирает и поэтому с утра топится плита. Блазира. На обед кислое щи, кости. Две столовые ложки овсяной каши с половиной и сардельки. Ужин. Одна столовая ложка пшеничной каши. Мама дала гели облизать ложку, а там оставалась каша. Я попросила первой облизать ложку, а мама дала гели. Папа чувствует себя хорошо. К вечеру у меня болела голова. 24 января. Мороз, ветер, ясно. Завтрак. Три столовые ложки пшеничной каши, кофе с молоком, хлеб с маслом. Гели ездил на каменку и ничего не привез. В обед грибной суп с лапшой, полуполовника гречневой каши. Прибавили хлеба, служащим 300 грамм, детям и иждивенцам 250 грамм, рабочим 400 грамм. Папа чувствует себя хорошо. Я ходила к зире. Ужин. Одна столовая ложка запеканки и зачисток, кусок хлеба с маслом, другой с двумя кусочками сыра. После чая мама несила тесто. 25 января. Сегодня у мамы меня и бабоньки именины. Мама подарила кусок пеленого сахара, бабонька печенину и кусочек сахара, папа кусок хлеба с маслом, на котором лежало 4 кусочка сахара и ягоды из-под наливки, иначе торт. Гели 4 простых карандаша. На завтрак 4 оладьи, кусок хлеба с маслом, кофе с молоком. Папа вставал с нами завтракать, обедать и снова ложился. На обед 4 пирожка с рисом, рассольник, 3 уткиных косточки и чуток мяса. Три половинки киселя. Мороз, ветер, ясно, солнце. Вечером папа встал, играл на пианино, а мы танцевали. Потом все вместе ужинали. Ужин 3 столовые ложки винегрета, 1 сушка и 1 чайная ложка вина. Февраль 1942 год. 2 февраля. Мама в 7 часов утра ушла в магазин и пришла полдесятого. Принесла 90 грамм сахарного песку. На завтрак по тарелке мучного супа. Две лепешки номер один с хлебом. На завтрак и ужин мы едим супы из столовой, без разных корешков. А просто вода и засыпка. Уже готовы только подогреть. На обед мы готовим дома с корешками. Мама потеряла свою хлебную карточку, но не всю, а часть. Она уходила опять на Муринске за папинами карточками и не достала. Так обидно. На обед грибной суп с хлебом. Мамочка пришла в 9 часов вечера, принесла хлеб. Была Мария Васильевна, учительница из школы. Слабый ветер, пасмурно, изредка снег. Ужин 1 картошина, пол свеклы и хлеб. 3 февраля. На завтрак чуть-чуть жареного мяса с лапшой. Мама опять пошла на Муринске за карточками в 11-м часу утра. Когда она доставала капусту для щей, она дала гель и мне немного капусты. А когда после кофе вышла на кухню, то я слышала, как мама его ругала. Наверное, он полез таскать капусту. Я сама дала себе слово 25 января, что не буду таскать. И с тех пор ничего не брала. На обед щи кислые, две кости. Аргументы и факты создали данный проект для того, чтобы страшная правда о войне хранилась не только в отдельных семьях. Ее должен знать весь мир. Потому что пишут книги о войне и снимают фильмы взрослые, где-то смещая акценты, где-то что-то умалчивая. А детские строки, они искренне. Именно в память об этих детях и была издана эта книга. Узнать, о чем писали дети войны, можно, прочитав ее. А найдете вы ее в отделе технической и сельскохозяйственной литературы Творца книги. А вы читали детскую книгу войны? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин